Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 15 апреля. Мы приехали на пляж Дамлаташ. Вот там находится пляж, там находится пещера, вот там вот находится канатная дорога и археологический музей. Сейчас мы пойдем на пляж, покажем вам, что же происходит на пляже. Очень жарко, мы ехали на мопеде, поэтому я в куртке. В общем, сначала пойдем на пляж, а потом пойдем в пещеру Дамлаташ и, может быть, прокатимся на канатной дороге. Обязательно заходите в нашу группу на фейсбуке, там Айхан всегда делает прямые эфиры на английском или на турецком языках. Ну а сейчас идем на пляж, смотрим, есть ли народ и купается ли он. Кстати, в этом я не сомневаюсь, потому что очень жарко реально. У меня тоже уже можно снимать куртку, потому что на солнце градусов 30, ну, наверное, точно есть. Вот я отсюда уже вижу, что народу очень много. Вот он, наш самый-самый любимый пляж Дамлаташ. Этот пляж нам нравится, кстати, больше всего. Народ отдыхает, загорает, народу очень много. Сегодня я, кстати, тоже думала искупаться, но я... Как-то мы поздно пришли, но, в общем, сегодня у нас не получится. Все, друзья, наступило реально лето. Прям жарит. Сейчас 2 часа дня. Жарит просто нереально. Куртку я уже сняла. Жарко даже в футболке. Ну и вы видите, чем занимается народ. Народ отдыхает. Можно посидеть в баре. И мы всегда любим ходить вот туда, вот, в самый-самый конец. На этом пляже иногда бывают волны. Здесь очень-очень классно купаться. Песок здесь не мелкий. Очень мелкая-мелкая-мелкая галька. Ну, в общем, классно. И реально жарко, очень жарко. Сейчас я попробую дойти до... Не набрав очень много песка в свои тапки. Вот видите, здесь немножко такой берег, который идет вниз. Ой, сегодня волн нет. Какая красота! Все, друзья, лето в Аланье наступило. Думаю, что ближе я не пойду, чтобы не смущать народ своей камерой. Ну, в общем, смотрите, народ загорает, отдыхает. Купается. Прям завидуемо. Чего я с собой купальник не взяла? Очень здорово. В общем, это наш самый любимый пляж. Начинается он прямо около горы. И далее, далее, вот туда вот вдаль идет пляж Клеопатры. Посмотрите, очень-очень много народу. И жарко, действительно жарко. 14 апреля сегодня. Очень жарко. Чтобы у меня не заболела голова, я, наверное, все-таки пойду. Потому что не взяла с собой ни очки, ни кепку. Ну, и вот канатная дорога, по которой можно прокатиться вот оттуда до самого верха, до крепости. Очень жарко, просто нереально. Без солнечных очков и без кепки здесь вообще делать нечего. Поэтому, кто еще не купил путевки, покупайте путевки. Это лето, кстати, я думаю, будет самым жарким, потому что была очень жаркая зима. Вот вы видите, народ идет. Сейчас будут купаться и загорать. Айхан вот там вот делает у нас прямой эфир. Здесь еще есть вот такая вот детская площадка. В общем, друзья, как я уже и сказала, лето началось. Все, лето началось. Ну, а я побежала скорее в тенечек под пальмы, потому что солнце на меня действует не очень хорошо. И вот тут местные тоже приходят на пикник. Ну, а пещера Дамлаташ находится вот там, куда мы сейчас и пойдем. Пещера Дамлаташ работает с 10 до 18.30. Билет стоит для взрослого 6.50. Для ребенка 3.50 можно. Нет, музейная карта здесь не действует. Здесь еще много около пещеры различных сувенирных лавочек, где можно купить магниты, открытки. Ну, в общем, очки, какие-то мягкие игрушки, купальники я вижу. Ну, а сейчас мы уже идем в саму пещеру. Также написано, что посещать пещеру людям с проблемами с сердцем нельзя. Что здесь еще запрещено? Нельзя трогать сталактиты, сталагниты. Нельзя курить, громко говорить и бросать мусор. Пещера эта небольшая. Это, конечно же, не Дим пещера, в которую вы также обязательно съездите. Это небольшая пещера, но она очень лечебная. В интернете вы можете почитать. В интернете можете почитать, чем она полезна. Здесь даже до открытия пещеры устраивают лечебные сессии, когда люди с проблемами с дыханием приходят сюда. И до открытия пещеры просто сидят здесь, спят. Ну, в общем, вдыхают этот лечебный воздух. Как я уже сказала, пещера небольшая. Здесь очень влажно. Открыта она была, по-моему, в 60-х годах, эта пещера. Ну, почитайте в интернете пещера Дамалаташ. Очень много про нее есть информации в интернете. И, конечно же, обязательно приходите сюда. Вот здесь есть небольшая информация о пещере. Пещера была открыта в 1948 году при строительстве порта. Сталагниты и салактиты формировались еще 10-15 тысяч до Рождества Христова. И называется она Дамалаташ, что переводится с турецкого, как вода, капля, которая падает на камень. В пещере температура 22,3 градуса, давление 760 миллиметров. Ну, вот, в принципе, и все. А, и влажность 98%. КОНЕЦ Айхан, что делаешь? Что делаешь? Отдыхаешь? 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 Что делаешь? Вот такое небольшое путешествие мы совершили сегодня. Сегодня от ночей показали вам пещеру Дамлаташ и пляж Дамлаташ. В общем, друзья, не перестану повторять, лето началось, ну а мы едем в центр города. По всей Алании распустились цветы. У нас не только весна, в общем, весна и лето в одном флаконе. Все зеленое, яркое, красивое. Видите, сколько машин? Это мопедов, сколько людей приехало сегодня на пляж. И многие сидят с семьями, делают пикники в парке. В общем, классно, жарко. На выходных я тоже обязательно искупаюсь. Многие катаются на великах. Кстати, пишите, любите ли вы кататься на велосипеде. Очень популярный это вид транспорта в Алане. Ну а вот наш мопед Айхан. Как дела? Кого? Едем в центр. А вот этот автобус номер 4 довезет вас до самого-самого верху крепости. И на нем также можно спуститься и обратно. Можно на канатной дороге, а можно на автобусе. Сейчас мы едем по улице Домотаж. Здесь тоже расположено много ресторанов, отелей. И эта улица очень популярна среди туристов, потому что она близко к пляжу. И здесь много магазинов. Точнее, не много. Здесь одни сплошные магазины, лавочки и рестораны. Все, мы приехали в центр. Здесь тоже полно народу. Мы пришли в магазин де-факто. Будем искать себе футболочки на лето. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok